Я когда думал ехать в Чичи пояс или нет, мне все за него рассказывали, так классно, тут богатая история, культура и все дела, но сам город ничего примечательного, как и в Лохинской Америке, колониальный стиль, я даже знаю это слово, уже хорошо, вот, но по дороге сюда было действительно много интересных классных мест, всё остальное здесь надо только по ближайшим районам кататься, ну и то же самое, водопады, речки, каньоны, для туристов, которые приехали на автобусе, это то, что надо, я это всё уже видел, поэтому приехал, переночевал и уезжаю, еду сейчас на автовокзал, хотя у меня сейчас первых 100 километров вообще ровные дороги, ну небольшой подъём там буквально на пол километра, 500 метров, хочется поехать, но время поджимает, действительно поджимает и надо вписаться в свои временные промежутки, вы скажете зачем, а куда ты спешишь, если никуда не спешить, так на всю жизнь может затянуться путешествие и годами здесь сидеть. У них автовокзалы по направлениям, разные кассы и разные эти туроператоры, автобусные операторы и вот где моя кахамарка 45, это 15 долларов за 300 километров, многовато. Так, всего 60, это 20 долларов за велосипед, они хотят ещё сверху 6, вообще дороговато, я три дня пути, хотя нет, три дня пути я столько же съем, но время, время поджимает, надо брать билет. Покупаешь билет на 5 вечера, тебе говорят, только в 4.30 будь, вообще как штык будь, я конечно ребят, я же ответственный, в 4.20 приезжаю, сейчас в 5.35, сидим скучаем, я говорю ребят, что происходит, в 6.30 отправляемся, я говорю почему, все разводят по 100 руками, ну в 6.30, билет у меня тоже в 5 прописано, Латинская Америка, а вы спрашиваете, как я прошёл границу, тут всё понятно, вот такая красота, пошёл-ка я пообедаю, говорю я пошёл пообедать, они говорят, да конечно, я говорю в 6.30, они такие, да пожалуйста, но уже молодцы, видно вы видели, что у меня такое лицо было возмущённое, недовольное и уже поняли, я говорю, что в 6.30, но я спросил по-доброму, говорит, да пожалуйста, я говорю, пойду пообедаю. Можно вот перепелиные яйца, даже посварили, почистили. 5 штучек на 1 соль, это 30 центов, не 33, а даже 30 центов, 5 перепелиных яиц, варёных. Знают же, что дорога опасная, всё равно до последнего тянут, вот это мы выехали в темный, блин, тут оползнет короче. Весь автобус вышел, чистит дорогу, проехать не смогли. Ехали-ехали, в 2 часа ночи мы ещё не доехали, приехали в посёлок, меняем автобус, мне это нравится, они мне обещали в 10 вечера мы приедем, уже 2 часа ночи. Это маршрут уже полная грязь, я он же говорит, другая машина, они мне нравятся. Посмотрим. Ехать конечно с перуанцами в одном автобусе, это нечто, они очень интересные люди, индейцы сами по себе, когда холодно, нет свежо, не холодно, они сразу же мёрзнут, индейцы, вот начинают с Центральной Америки все, если чуть-чуть солнце, не все от солнца прячутся и непонятно, вы люди солнца или вы люди холода. Так, приехала ещё одна, действительно микроавтобус, но без крыши, ну без багажника на крыше, сейчас будем смотреть, куда велосипед сунем. Водитель предыдущего автобуса, такие здесь он живёт. А я с новым выстрелим, сидим, общаемся, ждём ещё пару пассажиров, потому что если велосипед поставим, уже никто не сядет, поэтому надо вначале, чтобы сели, потом велосипед поставим в проход. Сидим, ждём в надежде. Без 15, 3 ночи, вот это приключение, я ещё еду в этот город Кахомарка, в 10 вечера мне обещали, что я там буду, 3 часа ночи, так никто и не появился. Поехали, поехали. В 6.30 вечера мы уехали, в 6.30 утра мы приехали, это утомительно, чем я на велосипеде бы проехал это расстояние. Карта мне почему-то нарисовала 320, ну пусть 330 километров, как мы это 12 часов ехали, я не понимаю. Вот мега отель, за 7 долларов, прям мега. Туалет, душ на этаже, там вот убирают, здесь наверное можно постираться или нет? Нет. У нас время ехать на термальные источники. Солида, выход. Я кстати, когда поднимался, головой ударился. Так, третий этаж, здесь такая же история, но здесь хотя бы знаки, если метр сорок два, ребят, будь аккуратный, тоже вот и пришёл. Какая зато люстра эпатажная. Здесь вот тоже самое, вот идёшь. Вот так вот ходишь. Ну или вот так вот гномиком. О, метр пятьдесят уже выше на 8 сантиметров. Ну вот сам велосипед. Всё, поехали, на тебе. Заехал в кафе на обед и решил сегодня, ну так как уже праздник, выходной, сделаю праздничный себе обед, севиче, морепродукты, рыбу. Вообще у них, там вот этот велосипед, я за ним смотрю, я сам, есть, сейчас посмотрим, что такое севиче, чисто рыбное, оно стоит чуть меньше 6 долларов, есть на доллар дороже, всё то же самое, плюс там ещё всякие осьминожки, креветки, мидии, но как-то в горах рыбу ещё можно брать, а всё остальное мне не очень нравится, поэтому я вот беру себе, классический только рыбный, сейчас посмотрим, что это будет за порция, ну и пока я жду, они приносят вот такую попкорн, у них есть, но вот ещё какой-то такой интересный способ обжарки кукурузы. Ну вот и сама порция, не ну рыба, нормально, еще кукурузки, перец, другая кукуруза, варёная, так, а где соус? Да, есть лимонный соус. Мне приятного аппетита, что я могу сказать, сейчас поем и поеду на термальные источники, посмотрим, где они, что и как и почём. Вот такая вот история и получается, ты в зависимости от того, что хочешь, покупаешь, ну начиная вот от джакузи за 20, 3 соли это 1 доллар, вот поэтому делим, считайте 7 долларов, 7 долларов, 3 доллара, вот я взял себе сауну, их говорю, хотел спросить типа эксклюзивную, он за 20, она говорит, да нет, если ты один, иди за 6, типа за 2 доллара, но я вот купил за всего, вот два чека она мне дала, аора, это значит сейчас, переводится, в этом смысле я уже могу идти сюда, а 5.30-7.30 это сауна, она там разделяется, женское и мужское время, термальный бассейн сейчас не работает, всего доллар стоит. Душ там 2 стоит и кто-то покупал передо мной, потому что только одна цена 2 доллара, а там лимон какой-то, так посмотрим, что они не скажут по велосипеду. Я понял, что нельзя? Ну и на всякий случай мы его пристегнём. И теперь мы идём, даём ему что-то, ааа, тут этих нету. Так, там короче, вот люди что-то стоят, ждут, на всех дверях написано время, наверное, когда заходят люди. Так, а как мне написать время, когда я зашёл? Ну где мой карандаш? Или просто заходим? Просто заходим, скажем за шведей. Вот 25 минут даётся, бассейн, наверное, сейчас надо будет сполоснуть и вот здесь сам себе открываешь. Зачем я сам, ну правда, если вы как-то как-то хорошо. Так, так, сразу закроем. Оп, запекай. Давай, набирайся, я пока буду. Вот это, в Судрайске, я понимаю. О, кто-то горячий. В Судрайске. Да, и сауна, да. Ой, как хорошо. Посидеть полчаса как покреемся, потому что в сауне скажу. Наверное, завтра я никуда не поеду. А, конечно, приятный. Время поднимается. Я, наверное, красный как рак. Но это наслаждение неописуемое. И я сейчас, на самом деле, думаю, зачем я делаю ещё саунд. Здесь очень классно. Сейчас все мышцы, кости прогрею. Сам немного себя немножко помассирую. И как бы, надо постараться 7 километров домой вернуться. Буду чувствовать себя, скорее уже чувствую. Завтра высыпаемся и перо будем ехать мимо ледников, национальных парков. Среди такого каньона я красиво сейчас буду ехать. Это просто загляденье. Я уже начал мимо него, но похожего ехать в перо дальше. Буду ещё круче, красивее. Всё, воду почти спустили и уходим. Конечно, здесь классно, хочется ещё посидеть, я думаю посижу. Но пока хочется ещё в сауну скинуть, потому что сауну... Ага, отметили. Потому что сауна работает... Так, там какие-то фотки. Сауна работает только 2 часа. Нам пойти посмотреть, что там. Пацаны. О, это всё вот термальные источники, ну вода, точнее термальные источники. Сейчас они на реконструкции. И читал отзывы, люди жалуются, что они грязные. Потому что они натуральные, вот водоросли всякие. Запах не сильно, почти нет. А вечером ещё красивее, когда всё парит. Это был великолепный вечер. День. О, и запах обострился. Я так попарился сейчас, что... Красота-то какая. Интересное фото получится. Сейчас можно пойти в ванны идти ещё раз. Но хочу сказать, вот эта сауна инков, или это не инков, я естественно внутри не снимал, потому что там люди, это было общее время и мужчины и женщины, я с камерой, ну понимаете. Она по подобию римской парной, на полу стоят такие, как шпингалеты, из которых идёт пар. Не прям сильно пар-пар-пар, не такое, слабее. Но сверху на этих решётках, лежат какие-то травы и такой запах. Прям вообще красота. По темноте, возвращаясь домой, тоже забыл фонарь взять. Только что так жареной курицей запахло, что я кажется кушать хочу. Посмотрим, встретим что-то вкусненькое, поедим. Ох, как хорошо. Велосипед без сумок. В прошлый раз, когда я ехал без сумок, это была Панама, были приключения. Не, сегодня всё в порядке будет, потому что я еду сам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА